Всего одна секунда – это время реакции водителя на аварийную ситуацию на дороге. В зависимости от скорости тормозной путь увеличивается в разы. Эти несколько метров зачастую становятся вопросом жизни и безопасности на дороге. Мы первые два упражнения сдали, это называется у нас 20-40-60, когда мы показываем водителям на практическом примере о том, что при увеличении скорости в два раза, то есть тормозной путь, увеличивается у нас в четыре раза. И показываем, что такое остановочный путь и насколько он серьёзно увеличивается при увеличении скорости. Тридцати полицейским наглядно показали, что даже самая качественная тормозная система машины и опытность водителя не позволяют сократить тормозной путь. А теперь внимание, смотрите, в 50 я зашёл в поворот, понял, что меня потащило, и что я сделал? Нажал на тормоз. Машина где осталась? Она в полосе. Она как минимум в полосе она остаётся, да? При скорости в 30-40 км в час водитель не всегда может вовремя остановиться и избежать ДТП, даже в промежутке нескольких метров. Поэтому внимательность и осторожность помогут избежать аварийных ситуаций. Что нового узнали, это маневрировать при определённой скорости и как изменяется траектория движения транспортного средства при скорости и при выполнении поворота. В работе данные манёвры приходится часто использовать при выездах на место происшествия и при преследовании водителей на других транспортных средствах. Сотрудники госавтоинспекции прошли курс два дня – практические и теоретические задания. Перед тем, как выехать на полигон, участники вместе с тренером подробно разобрали поведение за рулём. Мы разбираем практические приёмы, как переезжать перекрёстки, как выбирать скорость, в зависимости от интенсивности, в зависимости от тех условий, которые создаются вокруг водителя. И вот если мы говорим про условия, которые создаются вокруг водителя, мы, конечно, задаем самый главный вопрос – а кто эти условия создаёт? Ну и наша цель, конечно, чтобы наши слушатели сказали, что это я делаю сам, собственно говоря. Мне очень понравилось это мероприятие, организация. Спасибо, кстати, организаторам, руководству ВД «Пахмала». То, что позволили поучаствовать в таких познавательных мероприятиях. Я считаю, что да, это нужное мероприятие, есть над чем задуматься. Только от водителя зависит, какие условия создаются на дорожной полосе. Перед тем, как превысить скорость или обогнать автомобиль, вспомните, что вас ждут дома близкие и родные люди. Ангелина Кагальникова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». 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 Продолжение следует...